Дорогие друзья, Сангейтс Радио, интернет-портал радиоцентра Сангейтс, рад приветствовать сегодня в эфире наших гостей. И сегодня женская гостиная и, так сказать, ее хозяйка Анастасия Хрущинская. Добрый день. Снилось для меня, я, так сказать, из давних странств, возвращаясь, сегодня первый день. Настя вообще находится, так сказать, в другой стране. Мы проживаем, напоминаю, те, кто не знают, что Сангейтс находится на территории Соединенных Штатов, город Чикаго. Ну, а Настя находится тоже в Соединенных Штатах, в городе Сан-Франциско. Но вот в данный момент она находится в Москве. В Москве, да? Да. Миша просто долго отсутствовал, поэтому не в курсе. Я не в курсе. Да, простите, я не в курсе. Я, вообще-то говоря, был в Азии, в Индонезии целый месяц, поэтому я не в курсе. Интернет там как-то не было. Да и, в общем-то, и мотивов быть на интернете у меня были другие, несколько. Но, тем не менее, возвращаемся в женскую гостиную. И на связи еще раз Анастасия Хрущинская и ведический астролог. Как она ее сама представит. И не только. Сегодня у нас Наталья Хамитова. Ну, наверное, Настя, тебе слово. Давай представляю свою гостью. Ну, и дальше будем уже беседовать. Спасибо, Миша. Спасибо большое. Очень рада вас слышать. И Наташа у нас в эфире. С нами мой близкий друг, мой соратник, единомышленник, потрясающая женщина Наталья Хамитова. Прежде всего, женщина, жена и мать. И уже далее ее, так сказать, социальные функции. Это ведический, она ведический астролог, психолог, основатель и руководитель практик-центра РУНА, тренер, преподаватель Джойтиш, создатель множества тренингов и семинаров по астрологии, психологии, автор книги «Как получить защиту и поддержку рода» или «Как выйти из матрицы родовых сценариев». Наташа, ты с нами? Да, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня, смотри, мы, поскольку, видишь, из разных точек мира вообще вещаем и соединяемся, и у нас пространство радио, интернета помогает нам разговаривать с нашей аудиторией. Поэтому у нас и день, и вечер, и ночь у кого-то. И сегодня мы с тобой поговорим вообще о ведической астрологии, в которой ты известный эксперт, я знаю, что ты более 20 лет уже занимаешься астрологией. И, наверное, ты нам расскажешь, поскольку у нас уже практически 17 декабря сегодня, не практически конец года, и я думаю, что ты с нами поделишься прогнозами на 2016 год и, конечно, расскажешь о своих программах, которые вы ведете, с твоим мужем Рустамом, который у нас тоже был в гостях. Может быть, наши слушатели помнят и слышали его. И давай с тобой, ну, расскажи, наверное, пару слов, я тебя так очень коротко представила. Мне кажется, тебе есть еще что сказать про себя. Ну, наверное, как любой женщине, конечно, наверное, мне есть что сказать про себя, действительно. Но самая все-таки основная моя тема, это, наверное, то, что я все-таки жена и мать. Как ты, Настя, впрочем. То есть это действительно то, что наше женское тело без чего оно просто не может. Потому что ему очень плохо, когда нет рядом плеча, когда нет рядом мужчины, когда нет рядом того, кого мы можем отражать. Потому что все-таки, так как я связана очень сильно с астрологией, я хочу сказать, что женщина все-таки это природа Луна и Венера. То есть это чисто женские планеты, и Луна, у нее есть свойство отражать. У мужчины солнечная природа, он светит, а женщина все-таки это Луна, она отражает. И поэтому, конечно, очень важно каждой женщине отражать кого-то. И я безмерно счастлива, что мне есть кого отражать. И также я безмерно счастлива, у меня трое детей, у нас с мужем трое детей, они уже довольно-таки взрослые, учатся сейчас в университетах все. И то, что я безмерно счастлива как мать. Для меня вот это, наверное, все-таки самое главное. Астрология — это, конечно, больше мое хобби. Хотя я свою жизнь абсолютно не представляю без звезд. И сегодня я, наверное, хочу вам рассказать действительно немножечко о новогодних планах, которые, я думаю, есть у каждого из вас на 2016 год. И хочу представить это с точки зрения именно астрологии, именно ведической астрологии. Да, ты расскажешь нам пару слов, потому что, может быть, не все слушатели, хотя у нас такая аудитория очень продвинутая, продвинутая, но именно вот что же такое джиотиш? И в чем отличие джиотиша, да, ведической астрологии от западной астрологии? Ну, в первую очередь джиотиш, само слово, само оно отвечает само за себя, потому что у него дословный перевод, оно состоит из двух слов — джиоти и иша. Джиоти — это свет, и иша — это бог. То есть это божественный свет. И ни в одной больше астрологии нет такого названия, потому что это свет, который идёт от Бога и который идёт через планеты. И если мы на самом деле научимся с вами жить в гармонии с планетами, то мы научимся жить счастливо в этом мире. Потому что, по сути, по своей, планеты — это те божественные энергии, которые управляют нами в этой жизни. Я не буду долго рассказывать об отличии западной астрологии и восточной астрологии, потому что там ось смещения, в одном случае она учитывается, в другом случае она не учитывается. Ну, в общем, да, это уже очень глубинные такие познания. Да, я думаю, что это будет неинтересно. Но сам факт, что действительно джиотиш, он именно уникален тем, что благодаря этой науке мы с вами очень легко можем проходить наши трудные моменты в жизни. И благодаря знанию планет мы можем очень хорошо идти на абордаж, когда у нас есть эта возможность. И если ты, Настенька, мне позволишь, я, конечно, хочу предложить вам действительно подвести итоги этого года. Конечно, я с удовольствием. Это очень интересно. Я думаю, что это одно из самых интересных. Сегодня вот президент российский выступал, как раз подводил итоги. У меня даже мама смотрела очень внимательно. Естественно, мы на нашем радио, таком очень духовном, тоже хотим подвести итоги 15-го года и услышать что-то о том, что нам предстоит в следующем году. 15-й год, он был довольно-таки непростым с точки зрения астрологии. Я буду говорить касательно России. Ну, так как я проживаю в этой стране, картина в США немножечко другая. И вот итоги уходящего года касательно России, они, конечно, очень-таки непростые, потому что хозяином года, управителем этого года был Сатурн, который уходит. А в ведической астрологии Сатурн — это та планета, которая отвечает за карму человека, то есть за глубинные проработки, за те ситуации, которые мы просто-напросто избежать не можем, которые нам приходится принимать и проживать. И, конечно, это был совсем непростой год. Абсолютно. Потому что сам по себе Сатурн — это такая, ну, совсем непростая планета. Это царь кармы, его ещё называют. Да, его даже изображают так всегда. Я нашим слушателям рассказываю. Я знаю, что ты знаешь, естественно, такой старец, хромой, такой, в общем, человек такой, который вызывает некоторые смущения, и не сразу его приятное приятие. И поэтому этот год, так как всё-таки хозяином года был Сатурн, он был совсем непростым для России. И я хочу, конечно, поблагодарить этот год даже за все те непростые руки, которые, я думаю, были у каждого, наверное, у нас с вами. Потому что благодарность — это, наверное, та составляющая, которая открывает нам другую дверь. Потому что если мы научимся благодарить за те уроки, которые мы с вами прошли, именно от сердца, от души, благодарить за это, за всё, то Всевышний, Он нам посылает потом совсем другие уже уроки. И сразу немножко хочу забежать вперёд. То, что уроки Сатурна заканчиваются и начинаются у нас с вами уроки по Венере. Ну, вы уже, я думаю, что чувствуете разницу между Сатурном и Венерой. Даже сами вот эти вот два слова, они уже говорят тоже сами за себя. Потому что энергии Венеры, они, конечно, совсем другие. И вот у меня к вам просьба после сегодняшней нашей с вами программы подведите, пожалуйста, итоги года и поблагодаритесь за все те трудные ситуации, которые были в этом году. Потому что год на самом деле был непростой. И если мы научимся искренне благодарить за то, что с нами было, то Всевышний в этом году откроет для нас совсем другие двери. Я так понимаю, что если мы подведём итоги года и с благодарностью об этом подумаем, то это будет как бы такая упая Сатурну, да, Наталья? Да, да, это будет благодарность Сатурну действительно за то, что мы приняли смиренно его уроки и прошли их. Ну, если мы с вами сейчас в эфире, то, значит, мы их прошли. И также поблагодарите всех тех людей, которые действительно были с вами в этом году и, может быть, которые были, ну, не совсем вам приятны. Я вам прям рекомендую написать письмо благодарности всем этим людям. Это тоже будет своего рода, как упая. Также очень хорошо, если вы отметите, что изменилось для вас в этом году. Какие изменения произошли у вас вообще в вашей жизни в этом году. И также какие у вас были победы и какие были достижения. И вот очень тоже для меня, допустим, значимо написать действительно самую крутую штуку, которую вы сделали в этом году. Настя, меня слышно? Я, тебя слышно прекрасно. Я просто сразу так погрузилась в раздумья и думаю, интересно, какая же у меня крутая штука. Но я думаю, что вот моя программа, это вот эта программа, которую мы с Ритой вместе делаем, и с Мишей, и сейчас с тобой, это вот у меня была самая крутая штука. Я очень благодарна Сангитсу. Это была самая крутая штука в твоих победах и достижениях. У меня много было, у меня такой год был, на самом деле я даже удивляюсь. Хотя у нас, конечно же, поскольку мы на русском языке вещаем, то наша аудитория, она русскоязычная, поэтому у всех наших слушателей есть безусловная связь с Россией и со странами СНГ, так или иначе, и много нас слушают, на самом деле, из России. И я думаю, что... Поэтому для нас, конечно, важно понимание Сатурна, да? И я не знаю, я вот просто... Это первое, что мне пришло в голову, что вот самая крутая штука, это была программа, но на самом деле была масса проектов, было столько всего в этом году, и поездка на Аркаим, к вам в гости с Рустамом, и поездка в Индию, и там... Это последующий пункт, просто-напросто, говоришь вперед, это были значимые события в этом году, который прошел, которые тоже очень хорошо бы было записать. И также вот у меня большая просьба записать то, что вы забираете с собой из 2015 года, и записать то, что вы оставляете в этом году, который заканчивается. Это тоже будет крутая упая Сатурну. Здорово. Очень-очень полезные рекомендации, на самом деле, да. Также, если кто-то остался, с кем у вас какие-то непрожитые отношения, будет замечательно, пока год еще идет до конца, ну, прожить свои обиды, скажем так. Я так понимаю, Наташа, это очень важно сделать вот именно сейчас, вот в эти дни, да, до дня зимнего солнцестояния. Вот самые вообще проработочные дни, они будут с 19 по 24 число. Видите, как, дорогие радиослушатели, фактически вот послезавтра начинаем прорабатывать. То есть если остались еще какие-то действительно обиды, какие-то непрожитые отношения, сейчас пришло вот самое время, чисто с астрологической точки, и зрение решите вопросы. Это будет замечательно. А что же нам принесет Венера? Вот сейчас мы двигаемся ближе к реальности. Отлично. То есть уже действительно ближе к 2016 году. И Венера это, Венера вообще это мужчина. То есть это есть Юпитер планета, есть планета Венера, и Юпитер это учитель дэвов, божественных существ, а Венера это учитель асуров, демонических существ. Но Венера, он все-таки учитель. И, конечно, так как Сатурн был учитель, но учитель был он совсем другого плана, он был кармический учитель, скажем так, то Венера, он учит совсем по-другому. Он идет именно через телесные практики, через какую-то красоту, через эстетику, через искусство. То есть этот год, он будет наполнен, в принципе, вот этими вот вещами. Очень благоприятен год будет для всех тех, кто связан с творчеством. Настенька, для тебя в первую очередь. Спасибо. Потому что Стангейт Радио действительно это творческий проект. Спасибо огромное. Поэтому этот год для вас будет намного более благоприятным в плане именно уже развития вашего радио, потому что он идет под управлением Венеры. А Венера, она курирует все эти вещи. И также, вот мы недавно с Настей вместе, Настя с тобой вместе разговаривали с пандитом Каджулом Шастре и спрашивали его тоже предсказания. И он сказал, что этот год будет очень благоприятен именно для урожаев. То есть не будет засухи, будет все хорошо. Интересно, это на Калифорнию распространяется? А то у нас уже 5 лет засуха в Калифорнии. У нас тоже, у нас тоже Настя. Так что я думаю, что все нормально, мы попали в этом году. Я очень счастлива, потому что это очень важно для нас. Вообще для любых стран, для всего мира засуха это ужасно. Я даже не подозревала, насколько это страшно. Я буду возносить молитвы, чтобы это действительно произошло. Будем молиться вместе. И то, что еще, то, что, конечно, из негативных событий, то, что может трясти. Вот это для нас, для нас в Калифорнии, это тоже не очень положительный прогноз, так как Калифорния находится на разломе, и там, конечно, землетрясение, это, в общем, такая практика обычная, ежедневная, можно сказать. Ну, мы будем тоже предупрежден, значит, вооружен. Ну, в дальнейшем, хочу сказать, средний класс, он должен более-менее в этот год для него быть. Ну, не очень хороший год, этот, к сожалению, для правительства. Здесь есть определенная астрологическая комбинация, особенно первая половина года, она будет не очень приятна именно для власти, для правительства и для всех тех людей, кто связан с этими органами, с этими структурами. Потому что есть такие две теневые планеты, Раху и Кету. Я думаю, что радиослушатели слышали про них. Ну, у нас, да, у нас продвинутая аудитория, мы их посвящаем, а Михаил вообще, он очень много об этом рассказывает. Так что я надеюсь, для наших слушателей это не пустой звук. И вот Раху, к сожалению, или к счастью, я не знаю, потому что, наверное, к сожалению, всё-таки это неуместный термин, именно потому, что планеты, на самом деле, они нас все очень-очень сильно любят, и они влияют на нас лишь для того, чтобы изменить наше сознание, которое где-то, в чём-то, может быть деструктивным. И вот эта вот планета Раху, она с 9 января уже на небе создаст колоссар по йогу. Это такая йога, которая негативно влияет практически на все аспекты жизни. И также планета Раху, она присоединится к планете Юпитер, что создаёт ещё одну негативную комбинацию, она называется Гуру Чандала-йога. То есть Юпитер, он символизирует собой Дхарму. А Раху, он такой вот, он авантюрист, он может быть мошенник. То есть у него энергия совсем другая абсолютно. И когда Дхарма соединяется с такими энергиями, ну, Дхармы ждать не приходится, к сожалению. Поэтому первая половина года, она будет, ну, немножко такая более, скажем так, именно в плане государства, именно в плане вот каких-то, таких серьёзных дел, которые будут связаны со странами, с какими-то серьёзными государственными проектами. То есть на политическом уровне, да? Да, да, это будет не очень хорошее время. С другой стороны, Раху, это же такая планета, что если она гармонизирована, то она приносит бешеный успех. Небывалый успех, небывалый успех, действительно, и многим людям она даст очень большое расширение. И если, ну, я думаю, радиослушателям будет интересно, я хочу остановиться коротко на каждом знаке, и рассказать, что даст вот это соединение для каждого знака. Ты только расскажи, пожалуйста, именно подход к знакам джойтича, потому что, ну, мы люди, так сказать, западной культуры, и мы приучены к тому, что, да, нам там гороскоп читают, вот такие-то знаки, то есть в ведической астрологии знаки немножко по-другому определяются, и знак, вообще, что такое лагна, да, и как её узнать, потому что многие, я когда консультирую своих пациентов, да, клиентов, и начинаю с ними, им объяснять, что такое лагна, и какой у них знак, у них такое бывает иногда удивление немыслимое, потому что они, а что, как же так, я там думал, что я вот козерог, а почему ты мне говоришь, что я рак, например, да, вот, поэтому я думаю, что нашим радиослушателям тоже нужно это пояснить, прежде чем мы перейдём именно к прогнозу по знакам. Ну, вот самое основное, наверное, то, что даже кто-то, если считает, что он козерог по западной астрологии, то в восточной астрологии он будет на 23 градуса назад, то есть это будет не знак козерога, это будет знак стрельца по солнцу, то, к которому привыкли люди, солнечный знак уже тоже будет совсем другим. Мы отнимаем... Не, ну там же есть небольшое пересечение, всё равно там эти знаки, они там такой небольшой, есть период, когда они совпадают, западная и восточная астрология, правильно я понимаю? Настя, нет, солнце не совпадает, нет, солнце не совпадёт нигде, там нет этого пересечения, потому что действительно там 23 градуса 40 секунд, и когда мы их отнимаем, то это будет совсем, солнце совсем в другом знаке получится. Ну, сейчас мы не будем говорить про него, я коротко расскажу, что такое солнце с точки зрения ведической астрологии, и для чего мы смотрим его в городской. Солнце — это светило вообще, это главная планета, царь кармы, считается тоже царь кармы, но другой царь кармы, не такой, как Сатурн. Если Сатурн — это жёсткий царь кармы, то Солнце, оно отвечает за... Ну, я думаю, что вашим слушателям тоже знаком такой термин, как каранашарера, причинное тело человека. То тело, в котором заложены все санскары, все отпечатки человека, скопленные за все полностью жизни. И то есть вот Солнце само по себе, оно несёт полностью, вот положение Солнца в карте, в гороскопе у человека, оно несёт полностью весь слепок всех жизней человека. То есть, в принципе, Солнце мы тоже рассматриваем в ведической астрологии, потому что это Атма, это наша Душа. Это то, какого уровня развития достигла наша Душа. Ну, всё-таки ведическая астрология больше рассматривает Лагну или Луну. Вот то, про что сказала Настя. Кто же такая Лагна, да? Кто же это такая загогулина? В западной астрологии её ещё называют асцендент. И вот Лагна или асцендент в западной астрологии это та точка, которая была в момент вашего рождения, та звезда, которая была в момент вашего рождения на Востоке. В сутках 24 часа и 12 знаков зодиака. И каждые 2 часа знаки меняются. То есть, допустим, вот ты, Настя, во сколько родилась? В 4 утра. То есть, вот Настя в 4 утра родилась, и когда она родилась, на Востоке в этот момент восходило созвездие Рака. Я просто знаю, что Настя у нас восходящий Рак, поэтому я говорю так. Не потому что так мне захотелось. То есть, это высчитывает астрологическая программа. Если вы не умеете это сделать сами, здесь ничего сложного нет, и в наш компьютерный век в принципе это ни к чему. Вы все можете посчитать свою Лагну. Сейчас очень много онлайн программ, забив туда определенные данные. И Лагна это будет ваш первый дом гороскопа, если мы будем смотреть северный стиль, если мы будем смотреть южный стиль, там Лагна будет подчеркнут ваш дом, тот дом, в котором будет находиться Лагна. То есть, это то созвездие, которое в момент вашего рождения восходило на востоке. Через два часа, допустим, после Насти новорождения будет восходить следующее созвездие. После созвездия Рак идет созвездие Лев. Еще через два часа будет восходить Дева, еще через два часа Весы и так далее пошло. И вот так вот меняются эти созвездия, в этом и есть различие людей, рожденных в один и тот же день. Я думаю, что понятно, нет? Да, понятно, мне это конечно понятно, но я думаю, что ты очень-очень просто объясняешь, я думаю, что всем будет понятно. И соответственно, в течение суток, то есть мы проходим весь гороскоп, и поэтому все знаки проходим. то есть все и как пошел круг, вообще на самом деле гороскоп это круг, конечно, и вот этот круг, он потихонечку проходит. Но что такое лагна? Именно для человека, я хочу остановиться на этом. Лагна — это физическое тело человека, это наши какие-то текущие события, именно то, что происходит. не то, о чем мы думаем, а то, что происходит. И есть еще лунная лагна, то есть это точка, в каком созвездии находилась наша Луна в момент нашего рождения. Она тоже очень значимая для ведической астрологии и тоже очень сильно рассматривается. Но я думаю, что вы понимаете почему. Потому что лунная вообще символизирует ум, а сердце наше где? Там, где мысли наши. Поэтому в обязательном порядке мы вообще смотрим все эти три точки. Первое — это лагна, то созвездие, которое происходило в момент рождения человека на востоке, которое меняется через два часа. То есть любое созвездие успевает быть восходящим в сутках, так как в сутках 24 часа. Следующее, что мы рассматриваем, это лунную лагну. она покажет наше тонкое тело, наш ум, то, о чём мы думаем вообще, то, куда действительно стремится наше сердце, оно стремится туда, где наши мысли. И мы смотрим, конечно, солнце тоже, чтобы посмотреть именно уровень развития нашей души. То, сколько мы наработали за все наши воплощения, уже то, сколько мы наработали вот этих зёрен, скажем так. И вот могу переходить дальше, да? Да, конечно, я думаю, что уже мы готовы послушать уже о знаках. В принципе, уже понятно, и я думаю, что те, кто заинтересовался, ну, во-первых, они могут к тебе всегда обратиться за консультацией, потому что я знаю, что ты всегда консультируешь с большой радостью людей, очень любишь, когда они приходят, интересуются джойтишем, вот, и у тебя прекрасный центр, и много астрологов, очень знающих, так что к вам всегда можно обратиться и узнать, если человек сам не найдёт, где дойти, как свою лагну рассчитать. Ну, и я думаю, что может... Ну, Настя, и к тебе можно обратиться тоже, ты как человеку рассчитаешь, я тоже знаю, что ты очень неплохо знаешь астрологию, поэтому просто лагна, почему она ещё важна считается, если человек не знает свою лагну, то человека тоже нет. Да, я всегда говорю, что нам надо знать лагну, накшатру, да, нужно знать свою конституцию, всё это связано, не просто так. Это не просто так. Это очень важно, действительно, это очень важное знание. Ну, давай теперь уже перейдём к знакам, потому что это самое интересное. лагнам. КОНЕЦ